Скажут, а, это толпучка. Ну, и кроме того, могут еще сказать, а, это там, где тюрьма в центре города. Ну, что касается тюрьмы в центре города, ну, это действительно, как бы, такой интересный и исторический, как бы, момент, как бы складывался, формировался город, и как-то очутилось, что она, как получилось, что она именно там. Вот, но тут я должен сказать, что Хмельницкий не один такой. Вот, например, во Львове точно так же тюрьма находится в самом центре города, на улице Городотской, и, тем не менее, как бы, определяющим для Львова это никто не считает. Ну, а, относительно базара, относительно базара и так далее, ну, действительно, мы, как бы, сейчас живем под, так сказать, омофором базарным, вот, рыночным. Хмельницкий считается городом торговым и так далее. Я абсолютно, как бы, не считаю, что этого, это стоит отметать, это стоит забывать. Да, действительно, так и есть, потому что таким наш город был всегда, городом торговым, и этого не надо стесняться, это просто является фактом, это, как бы, закономерность. Вот. Но считать, что это единственное, что отличает Хмельницкий, это, ну, глубочайшая ошибка. И, действительно, возникает, как бы, такой вопрос. А была ли жизнь в Хмельницком до базара? Типа, есть ли жизнь до Марса? Была ли жизнь в Хмельницком, в Проскурове до них? Ну, сама логика подсказывает, что была. Почему? Потому что наши рынки, вот это бурное развитие, как бы, рынков, включения хмельничан и коленных, и приезжих, и наших, как бы, приезжих, вот, из других городов, кто сюда приезжает, включения в эту жизнь, оно произошло когда? Это конец 80-х годов. Если кто-нибудь слышал, может быть, еще с тех времен, одно время, вот, называли нашу толпочку заводом имени Горбачева. Ну, почему? Потому что, действительно, те, вот, кто ее образовал? Те люди, которые были выброшены, вот, этими всеми, этой ломкой, перестройкой, всем этим, выброшены со своих рабочих мест, заводы наши тогда закрывались, у нас же, в основном, уже оборонка была тогда, заводы оборонные. И это оказалось все невостребованным, люди оказались, как бы, лишними невостребованными. Действительно, они своими силами создавали то, что могли. Вот так вот и получилось. Ну, получилось так, что, действительно, бурно развиваются наши базары, как-то люди находят свое место в жизни именно там, как-то обустраивается город, естественно, обустраивается, все это делается. И вот, и теперь мы слышим то, что, да, именно базары создали город, и именно, что базары его держат, содержат, и, ну, всему, что сейчас есть, город, вот, сегодняшний город красавец, он обязан именно базару. Ну, опять же, возникает вопрос, а что было до того? Это же всего лишь конец восьмидесятых. А что здесь было раньше? А как здесь было раньше? Игорь, давайте по порядку, вот, вот, с потрясающего такого широкого монолога мы начали, а я бы хотел сказать, немножко другой стих. Давайте, расскажите сначала о себе. Вы хмельчанин? Хмельчанин. А вы выросли здесь? Я здесь, здесь выросли мои родители, мои деды и прадеды. Вот. И, ну, так сказать, и со стороны отца, и со стороны матери, я, Карин Восьмидичанин, как отношу себя, так, к проскуровским ребятам. Ну, со стороны отца, один из моих дедов, он из Кировограчины. Вот. Ну, естественно, никто из нас не является в чистом виде, как бы, ну, таким вот продуктом, да, стерильным, стерильным. Все мы, да, все мы в свое время откуда-то пришли, как-то вот где-то очутимость, жизнь меняется. Ну, тем не менее, ну, по крайней мере, от тысячи восемьсот тридцатого года, ну, по крайней мере, имена прадедов я могу назвать. Угу. А вот вы сказали, я отношусь к проскуровским ребятам как-то. У вас есть какая-то разница? Ну, это, опять же, как бы, и по времени рождения. Я имею в виду паскуровские ребяты, то есть, детские ребяты, паскуровские ребяты? Я имею в виду именно тех, кто, как бы, укоренился здесь, вот в этом городе, ну, еще до того времени, ну, когда он стал хмельницей. Угу. Вот именно таким образом. Хорошо, давайте, давайте с частиц, с деталей начнем. Вы, мы раньше говорили с вами, вы очень интересно рассказывали про, в частности, про вот это помещение. Что здесь было раньше, до революции и в тысячи минуты? Вы знакомы со скорей вот этой помещением? Наверное, начнем все-таки распручивать не от революции, а непосредственно, ну, как бы, вот так вот погружаясь просто и по чуть-чуть от нашей памяти, и далее уже там, до памяти, деловые памятники. Значит, кинотеатр Мир. Мы знаем вот это все здание как кинотеатр Мир. Вот эту часть мы знаем как монотеатр Кут с 93-го года. Значит, прежде здесь, до кинотеатра, здесь находилась наша областная филармония. Ну, когда для театра имени Петровского, теперь имени Старинского построили вот это новое здание, которое мы сейчас знаем, театр из здания филармонии переместился туда, филармония, соответственно, перешла сюда, здесь сделали кинотеатр. Кстати, вот именно вот в этой части, где находится зал монотеатра, помню, одно время здесь был, что ли, зал документального кино, зал хроники, вот что-то такого типа. Вот помнится в то время, когда это был зал кинохроники, популярный фильм «Инкийские йоги», то они как раз вот именно показывали его именно вот здесь. Вот. Ну, филармония. Кино всё равно, кино здесь демонстрировали, и когда это был зал филармонии, и как раз вот наши школьные культпоходы, они как раз были чаще всего именно вот сюда, вот этот зал филармонии. Такое сленговое было название «Конюшня». Вот это вот помещение «Конюшня». Вот это вот здание, конюшня. Ну, я не знаю, то ли форма самого помещения напоминала то ли что, но, тем не менее, это было так. Вот. Ну, сленг сленгом, а тем не менее, до филармонии это, ну, это где-то сороковые-пятидесятые годы. Это концертный зал. Опять же, наш образ будет, кстати, вот здесь такая выставочка на «Зеркале» есть, вот там есть фотоснимок именно того времени, десятых годов, это концертный зал. Да, и видео что-то не похоже на «Конецкий». Да, а люди там не похожи на нас. Концертный зал, ну, не могу сказать о периоде войны, а довоенный период, опять же, это кинотеатр. Насколько так помнится по записям, это кино, даже не кинотеатр, а кино имени Ленина, опять же, вот среди… Кино имени Ленина. Кинотеатр? Кинотеатр, да. Вот. Опять же, на одной из фотографий вы там тоже можете увидеть фото тридцать шестого года. Там все это где-то так вот в каких-то афишах, там, над входом в кинотеатр товарищ Сталин и какая-то девочка там, благодарящая, наверное, за счастливое детство. Вот. Ну, а до того, опять же, это кинотеатр, то есть советское время, опять же, кинотеатр, время революции, берем время революции, появление этого здания. Это, опять же, кинотеатр, оно как кинотеатр появляется, кинотеатр ОАЗИС. Это… ОАЗИС или ОАЗА? Я слышал название ОАЗА. Ну, сейчас трудно сказать, сейчас трудно сказать, скорее все-таки, скорее все-таки ОАЗИС, ну, знаете, как бы с перевода нет… Я об этом вот и хотел спросить, вот такая глобальная тема языковая, да? То есть, как это отображалось в этом городе вот этих широтах? Были ли конфликты, были ли какие-то… То, что сейчас навязано, возможно, к политике? Да. Знаете, скажу вам таким чином, что конфликты мовные, скорее всего, в нашем городе, в нашем городе, они появились здесь, ну, уже в сучасный период, это уже на нашей памяти. Тепер, ну, достаточно часто можно встретить так, а звідки так російська революция? Ты чего? Ты что, не в украинском городе живешь? Чего російська революция? Ну, извините, время от времени такое случается. Почему? Потому что люди именно моего поколения, и, так сказать, чуть старше, чуть младше, люди, в основном, русскоязычные. Русскоязычные. Но, опять же, то, что в Хмельницком, в Проскурове якобы преобладал русский язык во все времена, то это один из мифов, который, ну, в общем-то, не имеет основания. Что касается языков, вот общения постоянных языков, например, в моей семье, еще так, поколение моей бабушки и старшего, у нас было три разговорных языка. Это был русский, в основном, ну, это на котором учились, вот, ну, потому что даже взять бабушку, это, это несколько лет еще до революции этой гимназии, естественно, ну, имперское образование, никуда не денемся. Это язык украинский, который является исконным и коренным языком и вокруг Проскурова всего населения, в самом Проскурове. И это язык польский. Ну, точнее сказать, это вот этот местный диалект польского языка, который поляки, которые из Польши, они, ну, слабо его понимают. Кстати, в чистом виде этот диалект, например, в Шаровачке сейчас сохранился. Почему? Потому что этот, ну, наш город, ну, я отчасти его, как бы, называю таким подобием Одессы. Ну, Одесса, она изначально возникала, как такой интернациональный город. Вот, как бы, там и греческая культура, и там и русская, и немецкая, и какая уже поздно. Вот, у нас получилось так, что город, он на, ну, в основном, на четырех культурах. Это культура украинская, культура польская. Почему? Потому что, опять же, если мы возьмем самое начало, этот город у нас, он все-таки даже не украинский, а польский. Это же территория в свое время Джечек Исполит. Это территория, ну, восточные территории Польши. Потом, ну, опять же, язык коренного населения украинский. И привнесенный из-за того, что это территория пограничная, из-за того, что это город пограничный, множество войсковых частей и так далее, именно вот этот служевый люд, вот, он принес сюда русский язык. Ну, и кроме того, мы еще не упомянули о такой, так сказать, части нашего, так, языкового, языковой среды, как идыш. Естественно, естественно, этот город... Да, действительно ли он здесь жил очень много раньше евреев? Ну, до такой степени много, что этот, ну, наш город, его называли, как бы, еврейским городом. Но среди вот еврейских вот этих вот, даже в энциклопедию, возьмите еврейскую там, вот этих местечек, штатлов, то проспоры вон тоже среди них есть. Но все-таки, все-таки, основа, ну, я бы сказал, все-таки, основа здесь больше может быть в Польше. Может быть, я немножко ошибаюсь. Но все-таки, ну, как бы, сказать о преобладании, что какая-то тут культура преобладала и так далее, ну, абсолютно невозможно. Потому что это, опять же, склад. Ну, возьмем, например, вот тоже беру свою семью. Ну, идыш у нас никто не владел, но, тем не менее, этот украинско-русско-польский конгломерат языковой, и при том в кухне очень много еврейских блюд. Например, моя бабушка, она считала, что кихлоки, то есть кихелок, она считала, что это блюдо украинской кухни. То есть вот такой склад. Каких-то конфликтов вокруг этого абсолютно никогда не происходило. И, в общем-то, как-то само собой получалось, что общались с собеседником на том языке, но который для него, как бы, более принят. И, опять же, назвать даже этот язык число там, то есть не число, опять же, какое-то такое сужиковое, может быть, какое-то соединение. Вот это всё естественно устроено. Но, опять же, это никогда не было конфликтов. А сейчас ли ситуация как-то изменилась? Или искусственно? Ну, как сказать искусственно? Может быть искусственно, может быть это и естественно. Я, например, это считаю вполне естественным. Например, я уже часто сам теряюсь. Иногда, если мне приходится говорить с русскоязычным собеседником, иногда теряюсь, как с украинского языка что-то перевести. Происходит вот эта ломка. Почему я сказал именно о моём поколении, вот так вот старших и младших? Ну, дело в том, что опять же, действительно, поход не было на 60-е годы, на 50-е. Действительно, это был такой курс классификации, школы и так далее и тому подобное. Мы никуда не делимся. Мы продукты вот этой самой руссификации. У нас внутри где-то это есть, но, опять же, никто за это не цепляется. И вот наши дети, это уже совершенно, в языковом смысле, это уже совершенно другие люди. Всё произойдёт само собой. Ну, естественно. То есть, вы говорите сейчас об объективной украинизации? Она, причём, украинизация как бы естественная. Не искусственно. Это естественная украинизация. Вот, допустим, руссификация, я думаю, что всё-таки она была искусственной. Опять же, если мы возьмём, так вот, откатився в прошлое, то период, допустим, 50-х, 40-х, 30-х годов, более того, период от 30-х, 20-х, вот, это уже, так сказать, установление советской власти, для которой, как бы, русские украины, естественно, да, по пути не негром преклонных годов, вот как говорилось. Значит, возникла тогда такая ситуация, что очень много, как бы, вот пришлых, вот приезжих, вот этих служивых, так сказать, людей, чиновников советских и так далее, они были направлены сюда. Возникла ситуация. Возникла ситуация, когда эти приезжие, назначенные сюда чиновники, они слабо понимали и язык, и традиции, и нравы местного населения, коренного населения. Вот тогда-то, кстати, в те годы, вот, именно с той советской властью, когда был объявлен курс на украинизацию, украинизацию чиновничества, госаппарата и так далее, и предписывалось там заниматься на курсах и так далее. Но этого хватило ненадолго. Но, опять же, если мы поднимаем документы, вот, тех лет, какие-то архивные или домашние вот эти вот архивы, мы видим даже тут документы-оборот, он ввелся на украинском языке, и он ввелся на украинскую мову. Дальше, что всегда, вот, вся украинская мова, тодичная, двадцатых, тридцатых руки. Мы сейчас, он зараз, вот, канал СТБ, у меня вот такая фишка, такая специфическая, такая мова, ты не понимаешь, какая-то, что украинская, что украинская, что украинская, что украинская мова, то, виявляется, что, действительно, украинская мова этих руки, она набагато ближе, эта мова канала СТБ, она, действительно, ближе до той, автентичної, украинской мови, а не та, которую мы уже знаем сейчас. Ну, все меняется. Есть ли вопрос, среди руки? Ну, вот, если что, то поднимайте руку, вот, мы будем слушать ваши вопросы. А, Игорь, а что у нас есть за книжки? Среди книжки? Ну, здесь я взял несколько старых, таких, вот, книжечек, издавались они еще так, шестьдесятые годы, шестьдесят третий, шестьдесят четвертый, шестьдесят седьмой год, вот такие вот, путеводители по, путеводители по нашему городу. Кстати, если интересно, вы могли бы, например, взять и посмотреть их. Интересны они чем? Интересны тем, что, ну, естественно, самое интересное что для нас? Картинки, фотографии, то, что мы первые смотрим. Вот, текст с текстом. Тексты здесь довольно однообразные. Конечно, исторические очерки, конечно, вот такие вот. Но, опять же, история того периода, она чем характерна? То, что там делали акцент, там, на героической борьбе, там, на военных, там, свершениях и так далее и тому подобное, а абсолютно такую материальную сторону, вот, как быт обычного человека, быт обычного горожанина, или, там, не совсем обычно, вот какие-то местные вот эти вещи. Это все совершенно упускалось. Вот это буквально где-то вот с 90-х годов, действительно, вот вернулся вот этот подход к истории, который должен был бы быть. когда мы действительно, где-то в литературе, где-то можем увидеть, где-то самих себя, своих вот предков, и как-то сопоставить это с нашей жизнью. Вот. Ну, а что касается, что касается самих вот иллюстраций, вот этих фотографий, ну, мы привыкли говорить о том, что вот сейчас наш город, это город красавиц, а прежде тут было что-то такое непонятно, что он был, в общем-то, как будто бы убытненький и так далее. Ну, опять же, даже когда мы смотрим вот эти книги, мы видим, что город 60-х годов, он, ну, прежде всего, разительно отличается от сегодняшнего. Ну, конечно, трудно судить по там, по одним зданиям, по улицам и так далее. Вот. Но вот мы видим, что он какой-то уютный, какой-то такой, ну, дружественный, как бы, к человеку, не давящий его вот этой этажностью, небоскреба, небоскреба, я маленький такой, что вот даже то строительство, которое у вас, ну, допустим, вот, допустим, этажи вот тут 4, ну, 5 этажей, это уже, так сказать, небоскреб, оно как-то так вписывается в это все городское пространство, оно тебя не давит. И соразмерно с этой шириной говорится. Город зеленый, город красивый, город уютный. И, в общем-то, ну, не знаю, может быть, потому-то к нему относимся, что вот наше, как бы, детство, юность, она пришлась на эти города. Действительно говорят, что тогда была, как бы, и трава зеленее. Но я бы сказал объективно, что вот именно какой-то вот этой упорядоченностью и, ну, я не знаю, кто-то может... Возможно, торговых объектов было меньше, потому что вот эти ларьки все, вот эти маленькие магазинчики арендают. Ну, торговых объектов, торговых объектов это да. Ну, опять же, развитие торговли, ну, я бы не хотел, как бы, сейчас касаться именно вот развития, или развития, или состояния торговли, как торговали, так или этак, вот. Ну, это все диктует время, это все временно. Вот, ну, не знаю, может быть, почему, потому что, как бы, вот эти путеводители, они тоже запечатлели город в один из лучших его периодов. Вот этого отстраивания, вот этого, как бы, ну, когда он действительно, как бы, создавался, планировалось, устроился и так далее. Ну, вот эти, вот такие, ну, я не знаю, может быть, по нашему времени кто-то это сочтет какой-то излишним компезным, например, укрыт, спилка, кстати, сейчас это действительно тоже здание, оно есть точно в таком же виде. Может быть, кто-то скажет, что это, там, штампы хручьев статарсталинского периода и так далее. Ну, все равно, ну, что-то в этом такое привлекательное, чисто внешне, действительно. То есть, вы считаете, что рассвет был так не низкого, будет получиться в 10-й год? По состоянию почувствовал каком-то? Ну, почувствовал. Мне, например, не тот город, он ближе. Я чувствую, когда вот смотрю на вот это все, и на другие подобные вещи, то я ощущаю как-то выявление. То есть, размер этого города, пропорция этого города ближе, как с человеком. где-то вот, где-то вот так. Вот, естественно, сейчас это все тоже осталось, но как-то оно уже так задавлено тем, что, ну, тесно, тесно. А как вы считаете, ну, вот, например, такой вопрос. Восьмидесятые, город восьмидесятых, по-мински, и город вот нулевых сейчас. Есть ли положительные какие-то изменения? Восьмидесятые? Да. Ну, восьмидесятые, ну, на мой взгляд, это, по сравнению с сегодняшним днем и с шестидесятыми, это такое серое пятно, это такая серая дыра. Эти, это, как говорится, бетон, стекло, металл, прямоугольные такие, конструктивистские такие формы, серые поверхности, топорно-табуреточные скульптуры и сложные прямые линии, но среди которых, если присмотреться, такое впечатление, что линейки часто в руках не держат. Ну, восьмидесятые город в этом отношении потерял. Но вы знаете, самое для меня засадное и самое обидное, что вот именно для того, чтобы соорудить вот эти постройки, вот создать эту городскую среду восьмидесятых, прошлись бургозеры не по вот этому, не по шестидесятым, а потому, что вы видите вот там на экране. Сносилось очень многое. Ну, кое-что остается, и они уйдут более ранние какие-то вещи. Сейчас тоже говорят, а вот у нас в городе вот привезти кого-то и некого привезти кому-то что-то показать. Ну, естественно, что хотят показать? Начинается все со строений, начинается все с камней. Такое самое очевидное. Говорят, что, а у нас вот нет вот ничего исторического. Вот там в каменце крепость, вот Межиба же крепость, а у нас, мол, ничего нет. Ну, и, знаете, самое обидное, что очень многих вещей, то есть вот этого, вот этой, как бы, лица, вот этих черт лица города, мы решились именно в восьмидесятых. Давайте возьмем, что? Начало Пустовский. Начало Пустовский. Самое. Там, где сейчас построен этот девятиэтажный дом, где построен, сейчас пристроен променад Александровский. Ну, на мой взгляд, то, что построили этот торговый центр и как-то его сознательно пытались стилизовать под вот этот двухэтажный модерн провинциальный начала века, ну, это удачно. Это архитектор сделал то, что мог для того, чтобы восстановить вот этот кусок улицы. А вот сам этот дом, ну, это не восьмидесятых, по-моему, в конце семидесятых он строился. То, что сзади, да? Да, то, что сзади. Он воткнут там абсолютно не на месте. Это абсолютно и не то. То, что стояло, то, что находилось там раньше, там, да, там находилось двухэтажное здание, отель, насколько помню, назывался, ну, это уже, естественно, по книгам, насколько я помню, я не могу так далеко помнить, это отель. Бельвью, первый этаж, это центральный гастроном и так далее и тому подобное. Ну, еще в конце шестидесятых я этот гастроном еще застал. Вы знаете, бывают иногда такие какие-то, вот, вроде не можешь помнить, когда там тебе было три или четыре года чего-то, но какие-то, как слайды, такие остаются в памяти. Вот, и он действительно как-то остался. Ну, что-то подобное, по крайней мере, по конфигурации сейчас сделали. Но, насколько я знаю, что и то, что находилось в начале улицы вот это вот треугольничком, вот там, где сейчас пиццерия Макс Мак, вот это все, этот дом стоматолога Проскуровского, первого и самого зажиточного льба Хаслева, вот, и тот, который перед ним, дом, там, по-моему, тоже какая-то гостиница была. И вот, это же все тоже предназначалось под то, чтобы пойти под бульдозер, все это должно было быть снесен, да. Это тоже, ну, не знаю, каким чудом это все осталось, вот. Многое было потеряно и потом, вот, ну, а получается так, что сами это сносим, а потом сами не говорим, а у нас чего-то нет. А есть ли подобные примеры, ну, скажем, супермаркеты Александрейские и еще? То есть есть ли какие-то примеры того, что восстанавливали то, что было утеряно архитектурой онлайн-филейки? Ну, это восстановление как? Это где-то вот подобие. Подобие это как-то стиль улицы выдержать вот таким образом. Ну, такого восстановления, чтобы в полном смысле восстановление это было, то я не знаю. Но, например, как бы сохранение, попытка сохранить и, может быть, и даже где-то использовать. Да, вот сейчас говорят таким образом, что якобы торговые заведения, торговля, магазины, они все это как бы переделывают, все это уничтожают. Ну, действительно есть такие вещи, какие-нибудь фасады и так далее. Вот, ну, например, вот на улице Подольской, там есть, это недалеко от перекрестка, перекрестка с улицей Грушевского. Вот, там есть такие одноэтажные, ну, остатки одноэтажных таких домиков и кирпичный такой, где там находится магазин, ну, какой-то как бутик находится. Знаете, когда его выкупили и когда его начали восстанавливать, не просто как бы сбивая весь этот декор и дополняя его, там, пенопластом, какое-то подобие делали, а когда его действительно по кирпичику, по всему вот это вот обновили, вот это все сделали, знаете, ну, по-моему, и владельцы его абсолютно не проиграли, они только выиграли от этого. Игорь, скажите, а почему вот вы считаете такое либо пренебрежительное, либо безразличное отношение к истории, и почему в глобальном и в каком-то даже мелком смысле, то есть в глобальном я имею в виду эти восстановления, их два по сути, больше вспомнить нечего. То есть глобально ничего не делается в историческом смысле, и даже каких-то мелких вещей, вплоть до старых фотографий, не делается никем, ни властью, ни людьми, кроме вот каких-то... Делается одиночками, делается одиночками. Да, одиночками. Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса, чтобы вы, скажем так, имея возможность, то есть посоветовали бы нашей власти, как власти, сделать бы популяризацию истории города. И нужно ли это? Какие шаги, может быть, вы продумывали? Почему так происходит? Ну, на мой взгляд, человек может ценить и сохранять то, что с чем-то у него связано. Что является ему своим, как бы родным, дорогим, или то, что он почему-то ценит. Большинство сегодняшних хмельничан ничем не связано с тем городом, о котором мы сейчас вспоминаем, о котором мы сейчас говорим. Для абсолютного большинства. Мы уже, как бы, вспоминали, говорили о том, что город менялся, население менялось. Кстати, то, что заводы поменялись на базар, так в свое время тот город, который был, и бы и заводы поменяли. Когда в конце 60-х, начале 70-х годов тут строились, тут Катион, радиозавод, другие вот эти все предприятия, оборонки, естественно, требовалась, как бы, требовались рабочие, рабочая сила, город столько не мог дать. Строились тут целые районы, микрорайоны, приток населения отовсюду. Ну и получилось так, что те проспуровские хмельничане, скажем так, они в этой среде, они, как бы, растворились. Очень долгое время, как бы, воспринимали это и как ложное, само собой, как-то происходящее. И, ну, в результате получилось, что и, ну, растворились, стали абсолютно, как бы, незаметными. Такое отношение почему? Потому что вот тот город, о котором мы вспоминаем, говорим, он является близким, вот, именно вот для тех людей и тех из присоединившихся к ним современных хмельничан, кто воспринял этот, вот эту городскую среду, городской уклад, как свой. Не просто пошел его менять под себя, а вошел, увидел, его либо сознательно, либо несознательно полюбил и влился именно в этот, так сказать, городской контекст. Знаете, вот тут есть еще одна книжечка такая, вот, Валерий Смирнов, полутолковый словарь от детского языка. Ее часто считают таким пляжным чтивом, но, тем не менее, тут среди, среди таких, как бы, чисто анекдотических вещей, есть очень интересные мысли, которые, ну, действительно говоря, это написал человек, который мыслит где-то примерно таким же образом и точно так же воспринимает одежду. Вот, и вот тут есть такая словарная, так сказать, статья, как это называется, статья «Приезжий». Так одесситы именуют людей, живущих. Кстати, вот это действительно такая, вот, как бы, публикация, такая статья, которая дает намного, как бы, задуматься и, как бы, самого, вот, свои мысли привести в порядок. Так одесситы именуют людей, живущих в Одессе, но не родившись в ней. Лет 40 назад в городе еще велись интенсивные споры, можно ли считать настоящим одесситом представителя второго одесского поколения, или все-таки следует начинать отсчет с третьего и так далее и тому подобное. Действительно, очень много спорного, очень много неясных. Самое интересное тут следующее. Феномен Одессы как раз и состоял именно в том, что настоящим одесситом можно было стать, родившись где угодно. Как-то меня один человек спросил, какая разница по будущему городу, чем он их родился. Так в том-то и дело, что разница в них. Самое главное, как ты относишься к тому, где ты сейчас находишься, где ты живешь, где твоя, твоя сегодняшняя и твоя реальность. Так вот, родившись где угодно. Для этого совершенно не требовались сверхъестественные усилия. Нужно было просто понять и полюбить уникальный город, почувствовать сердцем давние традиции, впитать аромат их неповторимого своеобразия. И в то время, когда одни приезжие, подминая под себя Одессу, драли должности и легалии, другие становились настоящими одесситами. Вот скажите, пожалуйста, а несправедливо ли это по отношению к простуров, по отношению к любому другому городу? И среди моих друзей, моих коллег, с которыми мы занимаемся этой темой, занимаемся, потому что не можем не заниматься. Среди них я даже никогда никого не спрашиваю, кто где родился или как. Нам это интересно, мы этим живем. Ну все, этим уже все сказано. Я знаю, есть родившиеся в других местах, но те, которые действительно занялись этой темой, как бы возобновлением, восстановлением этих свидетельств, еще задолго до того, как к этому пришел я сам. Я благодарен им за это, за то, что они очень много и у меня потом нет. Это относительно преемственности. Если бы была преемственность, если бы так относилось большинство к городу, вот тогда бы речь шла о сохранении истории, и о возобновлении, и восстановлении, и так далее. Не утверждать, что у нас истории немает, а действительно немножко в ней покопаться. И действительно увидеть, что эта история, эта история трагедии, эта история города на костях, города на крови. Эта история может быть не туристическая, такая не шоу, но это действительно те люди, которые сюда приезжали, которые бы это показывали, смотрели, у них были мурашки от этого всего. А для тех людей, которые здесь жили прежде, для них это все было реальностью. Там не возникало какого-то вопроса, что надо сохранять, что не надо. Это было жизнью, это было жизнью, скажем так, дедушек, бабушек, отцов, детей предыдущего какого-то поколения. Это накладывало отпечаток на жизнь, на какие-то привычки. То, что здесь, то, что это был город приграничный, тот террор, который здесь был до войны, и то, что здесь во время войны творилось. Это все было естественно. Как-то и не задумывались о том, что это сохранять надо. А когда пришло время, как бы, это действительно сохранять и показать, то, в общем-то, и оказалось, что вот этих носителей, ну, будем как бы и... То есть, собственно, каким образом, я так понимаю, что Алексей спрашивает, каким образом это можно изменить. Я вот представляю себе ситуацию, когда у нас есть несколько университетов, институтов, да, когда большинство студентов, это приезжие с близлежащих городов и деревень, да. Каким образом они могут посодействовать, каким образом власть не помогает, действительно, существует ли какая-то политика. Я знаю, например, что в Каменце определенно есть стимул к тому, что, например, выделяются специальные деньги на то, чтобы поддерживать, поддерживать город в информационном поле Украины. Ну, это как туристический, конечно же. В Львов, безусловно, это аналогично. Почему? Есть ли такие какие-то потенции среди местной власти? Знаете, у нас очень показательная вещь, это празднование дня города. День народжения места Хмельницкого. Хотя не совсем день народжения, день первой письмовой изгадки, но это отдельная тема. Что это такое? Святкувание, действительно, вшановываем наш Хмельницкий, чудовый Хмельницкий, мы любим наш Хмельницкий, звучай, письм, концерты и так далее, и тому подобное. Кавалькада, или как там она называется, пройшли, там пройшли трудовые коллективы, все. Прошу, а згадать за староживность? А згадать за те, что тут... Вшанувать за те, что тут отбывалось, какось оно и выпадает из всего всего контекста. Насколько я помню, я не могу таких элементов празднования вспомнить, но за исключением одного. В прошлом году, но это, опять же, как-то внезапно это дошло до нас с коллегами, что что-то в этом плане надо делать. И сделали вот в день города фото-выставку, как бы просто выставку старой фотографии, причем очень многое там было из того, чего нет и в наших музеях, не в истории города, не в Харьевическом. Думали так, где-то так, в двух часиков с этими старыми постарями мы разойдемся, но в темноте мы это разбирали. Настолько это людям оказалось интересно. Значит, сказать, что этим не занимается власть, ну это тоже не надо. Понимаете, все должно происходить как-то, какой-то вот щелчок, какой-то тумблер должен сработать. А года два назад я этим занимался, я об этом задумывался? Нет. Я тоже об этом не задумывался. Так выходит и так, что этих мыслей, как бы тоже где-то и не возникало. Вот даже та самая выставка, кстати, она сработала тоже как тумблер. И, например, в этом году это уже договорено, запланировано, это уже делается, мы уже делаем, можно сказать, вот мы делаем две выставки в этом году, одна похожая тема, другая, это, так сказать, несколько сюрпризов, если вы хотите потом об этом поговорить, но мы уже делаем вместе, мы уже делаем это, так сказать, с поддержкой госполкома. В тот же самый день города. Некоторые другие вещи, тоже относительно, как бы, и восстановления истории, вот этой преемственности, то, с чем мы обращались, ну, в основном, это все срабатывало. Да, это все принималось нормально, это все поддерживалось и так далее. Может быть, просто за вот этой текучкой, как бы, в прежние годы, это как-то и уходило куда-то в сторону. Ну, сейчас какой-то толчок есть. Если у вас какие-то предложения, то есть, я знаю вот про этот проект, который организован английским фотографом, или американским. Возможно, вот это вы хотели бы предложить, потому что, ну, возможно, кто-то и заинтересуется этим. Естественно, естественно. И подобное. Ну, об этом проекте, я не знаю, получится ли сейчас снять, например, в YouTube, чтобы ее показать, но это потом вы сможете увидеть. Значит, или, может быть, может, пока я буду говорить, может, сможем на телевизор что-то показать из таймшифта, ну, тогда будем находиться тем, что есть. Ну, может быть, действительно, именно фото, именно фотография, это, вроде бы, за таким простым желанием найти старые фотографии, тут, на самом деле, ну, очень такое целое направление работы. Почему? Потому что, во-первых, их ищешь. Ищешь какие-то те виды, планы и так далее, может быть, на каком-то домашнем альбоме, где какая-то компания сфотографирована, но где-то за ней тот фрагмент, та часть города, которая неузнаваемо изменилась. Потом, за этой фотографией, ну, прежде всего, знакомишься с этими людьми, потом начинаешь эту фотографию, а что тут одно, другое, тут целая поисковая работа. Вот. И только тогда, когда, только тогда, когда вот эта фотография, новонайденная, когда нашли, что это, как это, где это, иногда просто локализовать то место, это уже какая-то проблема. Уже в процессе этих поисков столько людей подключается, целый, идет целый процесс. Вот. Ну, естественно, после того уже, когда она, как бы, вот таким образом расшифрована, вот тогда она может занять место в экспозиции. Значит, ну, опять же, можно по-всякому это делать. То ли просто показывать фотографии, то ли, ну, самое интересное, вот эта выставка, когда она была в прошлом году на День города, самое интересное было наблюдать, когда люди узнавали вот эти, так сказать, знакомые с детства, но изменившиеся вот эти все вещи, когда они своим там детям или внукам, или друг другу начинали их водить, и прямо вот на местности тут показывая пальцами, все это рассказывать. Гида не надо было, они все это делали сами. Все это на самом деле. И этот интерес к городской истории, и желание, и потребность в этом есть. Это все просто нужно толкнуть, это все нужно разбудить. Ну, может быть, фотография, это одно из направлений, это одно из, да, кстати, относительно учебных заведений, вот вы спросили, учебные заведения, кстати, это могут делать. Я вот не знаю, делается ли это сейчас, но я помню, когда в 81-м году я поступил на первый курс, тогда еще Хмельницкого технологического института бытового обслуживания, у нас было первое такое факультетское собрание в актовом зале, мы думаем, что среди вас тоже есть люди очень хорошо знакомые с этим залом, вот в этом зале, а там такая вот стеклянная стена и дверка возле сцены на улицу, а там стоит какой-то автобус. После этого говорят, а вот теперь мы дружно, вот среди вас много иногородних, мы дружно садимся в этот автобус и едем на экскурсию по нашему городу Хмельницкому. Я вам скажу так, что поехали тогда и приезжие, поехали их мельчане, и я абсолютно не жалею, помню ее до сих пор, даже какие-то вещи, какие-то элементы того, что там рассказывалось, я их как бы передаю дальше. Один из методов, я не знаю, проводится это или нет, это можно проводить, это надо проводить, есть люди, которые это делают. Есть, например, вот наш известный, наш такой и творческий человек, и фотограф, и краевед, Игорь Байдак, он работает в туристической фирме, он специализируется именно на местной тематике, он делает экскурсии по городу, насколько я знаю, что для студентов, для школьников он тоже это делает. Вот, то есть, ну, что-то делается, что-то сеется, не ожидаем того, что это моментально такое произойдет. У меня скорее вопрос в другом, в другой плоскости. История, конечно же, понятна, но тем не менее, преобразовывать город, есть ли какие-то вот такие вот пожелания, есть ли такие какие-то проекты в вашем, вот, как говорят в русском кругу? Преобразовывать, знаете, ну, в контексте вот именно нашего разговора, наверное, можно понять таким образом, что преобразовывать, где-то его вернуть, вот эту вот ручку времени открутить вот так назад, и это все куда-то назад к этому вернуть. Вернуть ничего невозможно. Нельзя в одну и ту же реку никогда дважды войти. Все менялось, все меняется, города меняются. Есть рассвет, есть упадок, есть переход, какое-то другое качество. Никуда мы не денемся. То, что есть сейчас, рано или поздно, даже вот те остатки, как бы, они все равно исчезнут. Вот. Меня, как бы, тоже иногда пытаются, как бы, вывести на какую-то, давай чего-нибудь там позащищаем, где-нибудь там вот выйдем, где-то там еще с чем-то, где-то вот сохранить, защитить и так далее и тому подобное. Я не знаю. Я это, ну, не сторонник этого. Да, понимаю, что если где-то что-то гибнет, уже просто тупо и глупо, это действительно нужно что-то для этого делать. Но все равно город меняется. Все исчезает. Но наша, вот именно свою цель, я вижу в том, чтобы то, что исчезает, оно не исчезло бесследно. Чтобы оно не ушло никуда. Сохранить то, что можно, то, что возможно, то, что реально. И, возможно, больше сохранить именно в плане информации. В плане визуальной, видео, текстовой, документов и так далее. Вот если это будет сделано, это будет, ну, это действительно реально. Это то, что можно делать. Вот к этому как-то пытаемся подталкивать. Если бы к этому еще удалось подтолкнуть наш музей истории города, вот потому что, ну, как бы, ну, это не в обиду музею, но я это прямо говорю, что у нас есть музей истории города, в котором все меньше истории. Да, хорошо, прекрасно, сейчас, вот, в ближайшие где-то года, может быть, полтора где-то так, он где-то стал жить, какие-то выставки, какое-то что-то. Но это все к истории не имеет никакого отношения практически, к истории нашего города. А что бы мешало, действительно? Да, ну, мы разговаривали не раз на эту тему, но как-то дальше все проектов, как-то оно все и не получается, оно все и не идет. Но, может быть, опять же, этот день города, замысел какой? Что вот те выставки, которые мы сделаем, мы их показываем в день города на улице, а потом это передаем нашему музею, и вот, ребята, вот, пожалуйста, вот вам экспонируйте. И вот с этого начинайте дальше. Вот. Ну, а, кстати, опять же, о фотографии, ну, начинается с чего? Сначала начинают, как бы, искать и находить люди, фотографии какие-то старые, на которых осталось, запечатлелось вот это прошлое, с чего вроде бы уже не должно бы быть, но оно находится в самых неожиданных местах. Следующее, следующее желание. Кстати, когда мы стали формировать, как бы, свой архив, галерею публикаций на сайте Хмельский портал, ну, сначала такая мысль, а много ли удастся, что-то там будет, то оказалось, что действительно есть настолько много, что просто руки уже не доходят до того, чтобы это все выложить. Физически уже просто не успеваем. Это во-первых. Во-вторых, действительно находятся такие вещи, которых и в музеях наших нету, там уже с музеями как-то, ну, пускай они уже как-то стали, договариваются со сотрудничеством, чтобы это как бы экспонировать вместе. Ну, следующее, естественно, публикации. Вот публикации, о публикациях, естественно, у каждого, кто имеет дело либо к интернет-изданиям, либо к печатным изданиям, возникает рано или поздно такая мысль, давайте вот покажем наш город, вот две фотографии, там было-стало, вот тут старая фотография, вот тут новая, же ее фотографируем, там рядом показали. Вот. Действительно интересная вещь, действительно, ну, и не одно уже издание такое начинало, но все-таки, ну, я считаю, несколько банально. И вот тут, как-то, ну это, по-моему, в начале этого года было, мой коллега Алексей сбрасывает мне ссылочку, говорит, посмотри вот на это, по-моему, интересно, и показывает, что, значит, фото галерея американского фотографа Джейсона Павелла, который вот с этими старыми фотографиями, в плане было-стало, делает совершенно необычную вещь. И мы попробовали это делать вот именно в таком жанре. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот на этот снимок. То же самое было-стало, но все в одном кадре, все на месте. И причем это, как бы, совмещение места и времени, совмещение времен, оно не по соседству, оно в реале, буквально в объективе фотоаппарата. Это отпечатанная фотография, которую, которую пытаешься, как бы, внестить вот в реальную, сегодняшнюю перспективу. И тогда вот те сегодняшние люди, сегодняшняя обстановка, она живет вот вместе с этой старой. Все это объединяется. Даже какой-то протест в сознании возникает. Оно мечется между двумя временами. Ну, поэтому это получается еще более ярко. Вот такие фотографии тоже вот попробовали, начали делать. Ну, недавно, приобретите, я то из молодежи, потому что мы предлагали, вот показывали ребятам фотографам слайды, показывали, вот ссылки где-то, вот посмотреть, как это. Ну, особого, как ни странно, вот как ни странно, особого отклика это пока, ну, не вызвало. Но, тем не менее, тем не менее, есть несколько человек, и это, ну, получилось так, что это основная наша завседата Ихмельницкого портала, которые сейчас вот именно работают над такими фотографиями для того, чтобы вот одну из фотовыставок, и у города сделать именно вот в таком жанре, вот в таком плане. Идеального совмещения, естественно, достигнуть таким образом невозможно. Но это и не нужно. Цель не в этом. Цель в том, чтобы, как бы, объединить вот это настроение, вот эту жизнь, вчерашнюю и сегодняшнюю. Вот. Ну, это действительно сам процесс настолько, вот, среди вас, если есть, ну, даже не фотографы, а кто просто любит фотографировать, я же тоже не фотограф, а кто любит фотографировать, то попробуйте, только попытайтесь вот это сделать. Вы увидите, насколько это интересно и в техническом плане, и насколько это, ну, буквально вот такая фото, как бы, охота. Вот это, это сколько надо сделать этих проб, этих пристрелок. Приходится сколько всего вычислять. Иногда, начиная даже с места, ты держишь фото, ты не знаешь, где это. Начинаешь всю свою родню поднимать, чтобы узнать, что это, где это, как это. Уже все изменилось. И находишь. Потом идешь туда. Оказывается, тебе нужно вычислять не просто линию, а даже ту точку съемки. И вот, ту точку съемки, с которой это все делалось. И вы знаете, когда это мы делали в первый раз в конце апреля этого года, вот, а за основу, я тогда за оригиналы взял четыре фотографии, которые первого мая 68-го года сделал мой отец, а он много фотографировал. Фотографировал, причем не просто так, вот, какие-то, какие-то, как бытовые сценки, он фотографировал город. Кое-что, только кое-что из этого архива уцелело, и что можем сейчас еще разыскивать. Так вот, взял эти фотографии. И вот, когда я вот это все сделал, точка съемки и так далее, сделал эти фотографии, а потом, просто до сознания, что называется, доходит. Что я сейчас стою точно на том же самом месте, где в 68-м году стоял и фотографировал то же самое мой отец, которого сейчас уже нет на свете. Даже не мой мужутковый. Но тем не менее, тем не менее, все-таки это очень достойное занятие и очень интересный такой вот способ, такой метод. Если хотите, обязательно попробуйте. Кстати, если попробуете, если сделаете, то фото-выставки это и сможете получить участие. К сожалению, мы должны уже заканчивать разговоры, публичный разговор, форма. Возможно, вы хотели под конец сказать несколько слов, пожеланий молодежи в частности и всем. Пожелание. Ну, пожелание, наверное, такое, чтобы мы, и вы, и мы, и мы все вместе взятые, помнили, что наша жизнь – это не только сегодняшний момент. Это не только то, что сегодняшний наш день, он где-то в чем-то вырос из дня вчерашнего. Из того, как жили наши отцы, наши деды, прадеды и так далее и тому подобное, и что не все там было так однозначно, как мы себе представляем, и что очень-очень многого мы от той жизни просто не знаем. Точно так же, как очень многого сейчас мы не знаем о том, что происходило и как происходило здесь, в нашем городе. Если там покопаться, если попытаться это все восстановить, мы его увидим совершенно в другом плане, совершенно по-новому, другими глазами, в другом свете. И я вам желаю, чтобы среди вас нашлись те люди, которые действительно за это возьмутся. которые попытаются это сделать. Ну, по крайней мере, хоть кто-то попытается. Но надеюсь, что все остальные с интересом за этим будут следить. Един вопрос, можно? А я думаю, мы можем уже после вечера, я думаю, мы перейдем в такую форму. Нет, нет. Вы публичный хочется, да, вопрос? По поводу последней реплики, Игоря Валентиновича. Вот если 1, 2, 3, 10 человек будут делать, а 150 или 1500 будут внимательно следить, ничего не получится. Вы посмотрите, что во Львове делается. Там отношение совсем другое. Там, допустим, есть какой-то институт, который занимается историей. Там находится максимум 40 человек. А по интернету им помогает весь мир. Вот если в Хмельницком будет такое же осмоположение, что вот собралась инициативная группа, сделали что-то типа института... Это громкое выражение. А почему бы и нет? Институт истории горных министров. Начали. Потом наши местные власти помогли на первых порах. А потом этим делом могут заинтересоваться Европу. Львовские институты финансируются не местной властью. Польша, Германия, Америка финансируют эти институты. Они занимаются историей. Если у нас в Хмельницком будет подобная вещь, вы знаете, насколько это интересно? Ну, не будем надеяться на Европу или на другие. Я думаю, 5 человек очень много чего могут сделать. Есть предложение, начиная с малого. То есть сначала реанимировать для такой работы наш музей истории города. И если... Инъекцию такую. Если в музее... Если оживет музей истории города, дальше уже следующее может быть тоже произойдет. Хорошо. И я под конец просто хочу озвучить. Мы давали вопросник ребятам. И поставили три вопроса. Знаете ли вы, что город Хмельницкий был переноман в Хмельницкий в 1954 году? 14 человек из 19 сказали, что да, знают. Второй вопрос. Мы спрашивали, хотели бы вы жить в другом городе Украины? Пять человек сказали, что да, хотели бы. У нас большая половина сказали, что это Украина. Хотели бы здесь жить. И третий вопрос. Напишите несколько слов. Я прочитал буквально там пару предложений. И очень лестно и очень приятно, что очень хорошо вас звук. Укликается город Хмельницкий. Вот. Спасибо большое, что пришли. Я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем встречаться с подобными интересными людьми. С вами была организация Дети Кризиса. Организовываю этот проект. И если... Федор, ты хотел озвучить по поводу социального ролика? Да, ребята. Пользуюсь присутствием большого количества людей. Хочу буквально еще полтора минуты у вас забрать, а возможно даже меньше. В первых выходных октября в городе Хмельницком, опять же, в рамках деятельности организации Дети Кризиса, будет проходить конкурс социальных роликов. Вы все видели большое количество социальных роликов о вреде курения, о недопустимости аборта, о необходимости любить украинский язык. Ну, тем бесконечно, все они конкретно, узкоспециализированы и так далее. Мы предлагаем участвовать в конкурсе любому, у кого есть, допустим, мобильный телефон, чтобы можно было это снять. Главное, чтобы в подходящем формате видео было. Тема мы ставим максимально общая. Тема, планы одиночества, беспомощности, зависимости, отчужденности и так далее. То есть, темы, могущие реализоваться в массе примеров, в массе форматов и так далее. Если кто-то желает к этому подключиться, пожалуйста, вступайте.